Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею. Сегодня мое видео будет о таком красивом растении крассандра. Это красавица у нас из тропика. Эту красавицу в природе вы можете встретить в лесах Индии и Африки. Это видео решила вам снять, показать результат пересадки, которая у меня была в середине августа прошлого года. Я там составляла грунт с лесной землей и добавляла туда еще и осмокот добавляла и разрыхлители. И вот какой результат. Я считаю, что превосходный. Она просто вся усыпанная цветами. А пересаживала я ее, потому что у нее стали уже желтеть кончики листьев. И совсем не кончики, а вообще лист такой стал уже. Нехватка уже пошла витамин или микроэлементов и ей нужно было пересадку. Пересаживаю я ее раз в год. То есть я ее в августе скорее всего пересажу. Метод перевалки. Если кому-то интересно, можете зайти на мой канал и посмотреть. И как может не понравится такое растение. Такие яркие цветы. Вот такой оранжевый цвет. И причем вот по красавице сразу видно. Если ей что-то не нравится, у нее сразу видно по листьям. Они начинают либо желтеть, либо какие-то прожилки появляются. То есть, если такое происходит, то ее нужно обязательно пересадить. Поменять ей грунт. Ну, желательно, конечно, ей старый грунт это все не убирать. А методом перевалки, конечно же, чтобы не травмировать корневую систему. Крассандра любит обрезку. Вот она у меня сейчас отцветет. Я ей сделаю такую хорошую обрезку. Конечно же, я сниму видео и покажу, как я это делаю. Она у меня уже цветет давно. Вот она, хочу сказать, с апреля. Обильное такое цветение у нее пошло. И у нее причем появляются постоянно новые колоски. И мне нравится это растение. Цветет продолжительно. То есть, у него сохраняются вот эти цветочки достаточно долгое время. И раскрываются постепенно новые. И она постоянно вот такая нарядная. И кроме ее зажигательных огоньков соцветия, у нее еще очень декоративно смотрятся листья. Они такие глянцевые. И на солнце прям, знаете, блестят переливаются. Или присветят. И когда включаешь дома свет, они сразу такие блестящие становятся. Для тех, кто не видел прошлое видео, я повторюсь, какой я составляла ей грунт. У меня здесь лесная земля просеянная была. Осмокот удобрение. И я это, конечно, еще смешала с универсальное землей в это все. И добавляла еще и древесный уголь. Я всегда древесный уголь, в принципе, добавляю, которые растения и цветов. Им это очень нравится. В общем, она любит плодородный, рыхлый грунт. И поливаю я ее, как и все свои растения, по мере пересыхания верхнего слоя почвы. То есть, ей не нужно устраивать болото. И в то же время пересушивать тоже нельзя, потому что это может сказаться сразу на листьях. Они могут пожелтеть от недостатка. Ну, я где-то, может быть, наполовину-то я ей пересушиваю земляной гон. То есть, примерно так где-то. Ну, покушать-то она любит. Я вам сказала, что плодородный грунт любит. Я ее подкармливаю раз в 10 дней. Я подкармливаю чертиком удобрения для цветущих растений. И пользуюсь не жидким удобрением, а порошкообразным. Я сама разложу на кончике чайной ложечки на литр воды. И обязательно теплая. И удобрение хорошо растворяется в теплой воде. И для растения тоже оно не стрессует от холодной кожи. И еще скажу, из своего опыта я просто заметила, я примерно раз в месяц поливаю ее. Ну, немножко вот капаю лимонного сока, водичку и поливаю. Это очень хорошо на листьях сказывается. Вот если потуснеет немного лист, я поливаю так лимончиком, но он сразу такой блестящий, такой становится глянцевый. Ну, это тоже раз в месяц достаточно. И, конечно же, для крассандры очень большое значение имеет ее месторасположение. Она очень светолюбива. То есть она предпочитает рассеянный свет. Не прямые солнечные лучи, а такие рассеянные. Но свету должно быть обилие такое, прям, знаете. Потому что, если не будет хватать вот этого вот ей света, солнечных таких лучей, она не будет свистеть вообще. Или будет очень скудно свистеть. Конечно же, больше ей подходят восточные и западные окна, если на окне. А если какая-то южная сторона, то должны немножко как-то ее прикинуть. Либо растениями, либо там шторкой как-то, чтобы был рассеянный свет. И она вас будет радовать такими прекрасными цветами. И про кашпо я вам скажу. Конечно, лучше всего такое стесненное. То есть не нужно ее пересаживать такие, знаете, большие кашпо. Все по мере разрастания корневой системы. Вот у меня, допустим, корневая система, я сейчас уверена, если я ее отсюда перевалю, у нее здесь одни корни будут. Земли там не будет. Потому что она уже у меня разрослась. И как и все остальные цветущие растения, когда растения уже упираются в стенки горшка, она начинает свистеть. То есть они начинают свистеть. Это к любым цветущим растениям относится. Даже возьмем вот эту красотку бугенвилью. Она у меня тоже сидит. Там две белые бугенвильи. Кашпо. Там тоже полностью корневая система разрослась. Там земли нет. Потому что там даже вверху даже корни видны. И вот, посмотрите, видите, отдельное цветение. И также и крассандра. Укореняется крассандра. Ну, в принципе, у меня легко получается ее укоренять. Вот у меня, кстати, от нее череночки. И причем, посмотрите, вот видите, уже цвет лезет. Вот у такого маленького череночка она уже собирается цвести. То есть там еще корней нет практически. А цветы уже закладывают. То есть вот такие вот череночки очень хорошо укореняются. Сейчас я вам покажу. Вот такие отводочки, допустим. Здесь все у меня в цвету даже сложно показать. Вот эти вот боковые, вот эти вот, которые молоденькие, они очень хорошо укореняются. И вообще даже веточки, допустим, тоже хорошо укореняются. Она и в воде укореняется тоже прекрасно. Или можно ее просто под тепличку ставить. То есть так и так, как вот желаете. А сейчас я вам покажу место, где она у меня находится. Идемте в мою маленькую оранжелье. Здесь у меня вообще прям все благоухает. А дейли у меня там цветут. И вот здесь у меня располагается моя красотка Крассандра. И вот как раз у него рассеянный здесь свет. Здесь такое солнце и вообще светло. Потому что окна в пол. И здесь получается и восток сюда, и ют, и запах. В общем, здесь вообще красота. Ну, не могу вам, конечно, не показать свои адеши. То есть смотрите, скоро будет видео, я буду рассказывать и показывать свои адениумы. Еще раз посмотрите, какая красота. И, кстати, я могу сказать, это неприхотливые растения. Очень просто выходить за ним. Главное, что расположение его такое светлое и все. Прям рекомендую завести, потому что очень радует глаз и поднимает настроение. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok